И в продолжении темы. В Краснодаре состоялся круглый стол с представителями региональной наркотической комиссии Краевого управления по контролю за оборотом наркотиков, врачами-наркологами и представителями краевых средств массовой информации. Главная тема – освещение на телевидении вопросов профилактики наркомании и наркопреступности. Организована встреча была Департаментом информационной политики Краснодарского края. Подробнее в следующем материале выпуска. Встреча проходила в краевом наркологическом диспансере. Журналистам рассказали о наркологической обстановке на Кубани. По словам главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения Краснодарского края, по сравнению с прошлым десятилетием ситуацию удалось улучшить. Более пяти лет на Кубани отмечается снижение показателей первичной заболеваемости и распространенности наркомании. С 2012 года первичная заболеваемость снизилась почти в 1,8 раза, а распространенность – в два раза. Все это стало возможным благодаря комплексному подходу к решению данной проблемы. Сейчас правовое поле у нас настроено так, что употреблять нельзя. И я хочу сказать, что все вместе с коллегами, вместе с вами, да, ситуация была развернута. Достаточно жесткие законы, эффективные меры, которые принимаются правоохранительными органами. Очень грамотная координация всех субъектов профилактики на уровне именно межведомственного взаимодействия – это все дало свои результаты. Несмотря на принимаемые меры, ситуация с распространением наркомании в регионе остается напряженной. Наркодилеры используют новые способы вовлечения молодежи в сбыт и употребление смертельно опасных психоактивных веществ. По статистике, среди осужденных за эти виды преступления 60% – это молодые люди в возрасте 18-30 лет. Наркодилеры сегодня активно используют мессенджеры и социальные сети, причем ищут тех, кто готов не только употреблять, но и быть посредником в сбыте запрещенных веществ за большие деньги. «Есть обращения граждан, и немало, особенно крупных городов, по поводу вовлечения молодежи в незаконных бород наркотиков. И мы понимаем, что те же самые студенты, которые в поисках работа находящиеся, когда человеку приходит такое сообщение, что 340 тысяч в неделю заработка – конечно, великое искушение. И поэтому мы понимаем, что если мы каким-то образом не прекратим, не создадим определенное поле вокруг этого, то вовлечение будет более еще активным». Задача журналистов, по словам представителя Департамента информационной политики края, регулярно и всесторонне освещать данную тему, грамотно и профессионально подходить к подготовке видеоматериалов. В рамках круглого стола представителям телекомпании была предоставлена возможность познакомиться с работой отделений краевого наркодиспансера. Журналистам показали самую оснащенную на юге России химико-таксилогическую лабораторию, оборудованную газовыми хроматографами, которые за 20 минут могут выявить, употреблял ли человек наркотические вещества или нет. Точность исследований свыше 99%. «Идентификация в биологическом материале происходит путем сравнения с базами данных. База данных – это библиотеки наркотических средств и всех иных веществ, которые в принципе можно вообще идентифицировать. База где-то порядка 300 тысяч веществ, всех, которые могут быть, и их метаболитов». Специалистами лаборатории за год проводится до 70 тысяч исследований на наличие наркотических средств и алкоголя. Что касается последнего, то в другой лаборатории, диагностической, из биоматериала выделяют так называемый маркер хронического алкоголизма. Даже однократное употребление спиртного вызывает изменения в работе клеток. Регулярное приводит к необратимым последствиям. «Вот это как раз та лаборатория, где обследуется биологический материал наших пациентов, и мы можем воочию видеть, какие нарушения в органах и системах, такие серьезные нарушения, я вам хочу сказать, после злоупотребления психоактивных веществ». Обе лаборатории оснащены самым передовым оборудованием. Всего в крае 11 газовых хроматографов. Надо отметить, что не все регионы так хорошо оснащены. С помощью современных технологий и комплексного подхода к решению проблемы распространение наркомании можно остановить. Важно понимать, что это социальное зло может коснуться каждого, а значит, равнодушных к этой проблеме быть не может. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова